привет народ с вами варчик в этом видео посмотрим мой бой на карте тундра и в этом бою я первый раз получил на 122 тм мастера достижение конечно такое себе просто получить мастера но во первых мне очень долго не давался мастер на этом танке да и в целом танк мне не особо нравится да набивается на нем великолепные там средние результаты высокие по серверу все хорошо с результатами у этого танка он многим нравится все зашибись но 14 секунд кд плюс минус зависимости от того как вы его снарядите это убивает все желание играть на нем поскольку пока ты там перезаряжаешься весь бой мимо тебя проходит ты никуда не успеваешь стрельнуть все везде проезжают во всех прострелах и ты просто смотришь на всех по сути работаешь каким-то наблюдателем в игре за всем наблюдаешь мне это поднадоело да в целом пушка точная но какая бы точность у тебя не было все равно ты в этой игре будешь пахать землю попадать в камни куда угодно но не по врагу как ни старайся даже самая точная пушка все равно корявая а 14 секунд кд после каждого корявого выстрела ну такое себе да в общем и целом получается неплохо но и без этого танка пригорает от картохи это первое почему решил поэтому реплейчику записать видосик а второе это то что в этом бою у меня в команде за меня играл игрок который видимо подрубил бота и вместо него играл бот как я это понял сейчас расскажу во первых весь бой он отыграл как реально батяра ездил неадекватно играл он вот на к в 4 который был возле меня что-то там крутился вертелся как-то непонятно ездил даже каким-то образом там видимо бот может команды какие-то союзникам клацать стрелял в землю в общем максимально неадекватно что-то там вертелся в целом весь бой провертелся на одном повороте и в конце боя этот чел этот танк к в 4 он взорвался как обычно взрываются боты если вы не знали то в конце боя все боты и все фкшники которые просто ничего не делали в бою они взрываются для того чтобы не получать там опыт и серебро и так далее и этот чел на к в 4 взорвался что напрямую показывает что это ботяра и даже игра поняла что это бот поскольку все враги уже сдохли отсчет закончился все бой закончился и в конце он взорвался как все боты взрываются очевидно что это ботяра и после этого боя это все было как обычно на стриме в чатике пошел разговор про ботов оказывается что все знают сколько эти боты стоит оказывается там эти боты даже мастеров иногда берут но я думаю что раз бот может взять мастера иногда то покрутиться на повороте пострелять в землю и союзнику нажать какую-то команду там в чатике это тем более она сможет и в связи с тем что недавно вышел патч вот последний который был прям недавно в нем добавили ботов с 1 по 5 лэбл это может плохо отразиться на общем количестве ботов и их качестве обычно в онлайн играх когда что-то добавляют это иногда может развязать руки людям которые пытаются все время игру поломать своими очумелыми ручками поскольку картошка добавила своих ботов то возможно люди которые занимаются все этой чепухой могут как-то скоммуниздить картошкиной ботов и что-то перенять себе и ситуация может ухудшиться поскольку так обычно бывает других онлайн играх когда что-то добавляешь то люди которые занимаются всякой такой недоброжелательной чепухой могут начать этим пользоваться и судя потому что в первый или второй же день после патча с ботами у меня в команде был бот а до этого я их видел практически никогда то это довольно таки странно но хотя бы в конце боя он взорвался какая-то странная у картошки идет борьба с ботами если их продают все знают сколько где там чё куда стоит что-то люди там выкачивают рефералки этими ботами то видимо картоха проигрывает борьбу с ботами и может быть введением вот этих вот ботов своих она еще усугубит это состояние а поскольку игра сейчас максимально противная то я думаю много кто захочет не играя в игру что-то получить была бы игра приятная люди бы сами играли но самый прикол в том что в этом бою где был у меня в команде бот благодаря нему мы затащили бой поскольку он там вертелся на повороте возле меня крутился вертелся в какой-то момент он выехал ровной бочиной под вражеский 268 принял от него выстрел танканул не потратил свое хп и благодаря этому выстрелу получилось немного разобрать это 268 из-за чего он просел в хп и в итоге мы его убили продавили направление поехали дальше добивать остальных то есть насколько эта ситуация смешная что бот который просто крутится стреляет в землю приносит такую пользу что мы даже победили намного полезнее чем челики которые стоят на базе в кустах и ничем не занимаются просто как попало приехал на направление там где есть союзники и черти шо делал и он даже полезнее чем некоторые люди которые сами играют это удивительно куда катится игра поскольку такой низкий скилл сейчас в рандоме что даже такая безалаберная игра от бота имеет какую-то пользу для победы и еще что хочется добавить про боту это то что на одном из стримов когда-то давно если помните или может уже забыл или не знал напомню попались мне одни челики которые играли во взводе и против себя запускали ботов которые просто стояли на базе афк тем самым они набивали видимо себе статистику или процент побед то есть против них все время играл взвод из трех танков афк на базе они играли вдвоем и тем самым делали себе якобы преимущество что во вражеской команде всегда три танка афк и вообще не участвуют в бою но они настолько были слабые что я два боя подряд с ними попадался и два от боя подряд я их просто в ноль убивал и побеждал но у них процент побед примерно там 60 был или даже 60 чем-то то есть так или иначе тремя афк никами во вражеской команде они делали себе такое преимущество что будучи нулевого скилла довольно таки часто побеждали но не против меня конечно же против меня тут можете пол команды афк ников запускать я привык что у меня все время вся команда ничего не делает но дело не в этом а в том что я подавал заявку в центр поддержки картошечки нашей любимой написал их ники реплеи скриншоты всю фигню туда отправил вроде как должны же забанить и картошка ответила что якобы разберется и накажет так как у них там написано в правилах так и накажет но я после этого проверял на кттс у них как бои шли так и идут чё там за наказание было я не знаю но люди как играли со своими ботами так и играют интересно у них борьба с ботами то ли они вообще с ними не борется то ли борется плохо но явно эту борьбу они не выиграют разботы периодически встречаются еще и кто-то что-то умудряется там продавать а в целом по ощущениям как обычно как и в любом другом деле картошка просто на все забивает это просматривается как обычно везде но так или иначе в этом бою бот был даже полезен благодаря нему мы выиграли но в целом это печально когда в онлайн игре вместо людей начинают играть боты у обычных игроков которые играют сами от таких боев остаются неприятные ощущения никто этим не доволен а чем больше недовольство тем больше людей которые покидают такие проекты поэтому прискорбно что картошка как-то слабо этим занимается с вами был варчик играть красиво всем пока а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok